И снова здравствуйте, меня зовут Эш и этот обзор никто не просил, ну то есть вообще. И я был бы очень и очень рад промолчать насчет моего мнения касательно данного альбома, но впечатления от него и от его прослушивания были настолько негативными, что уж извините, я не сдержался. Поэтому исключительно для всех тех, кому альбом понравился от и до, там естественно от начала и до конца и по полной программе, то я рекомендую запастись огнетушителем или каким-то эквивалентно охлаждающим средством, или, что еще лучше, кстати, обратиться к какому-нибудь другому видеообзоре на данном канале. Если же вы все-таки решили остаться, ну что ж, поехали тогда. Это Мадонна и ее новый альбом под названием Мадама Хэ, Мэдам Икс, точнее. Альбом, о котором срачи начались еще задолго до ее выступления на Евровидении вместе с Куэйво, от которого начали гореть все места у любителей олдскульной Мадонны, а лично мне на тот момент трек более чем понравился. И думалось мне, что данная работа будет, ну, единичной в релизе, поскольку в ней уж все было, ну, слишком как-то так поверхностно, довольно просто, понятно и фастфудно, и без лишней какой-либо вот этой арт-направленности, как это было в музыке Мадонны, ну, довольно часто до сих пор. Спойлер такой небольшой. По крайней мере, в ее музыке всегда был тот элемент такого эпичного праздника, который всегда доказывал, что ее сценическое имя, кстати, я до сих пор даже не знаю, как ее зовут по паспорту, она носит далеко не только за красивые глаза. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что трек Фьючо окажется, ну, наверное, одним из самых последовательных, самых цельных и музыкально сильных работ. Мадама Хэ. Это у нас такой образ, созданный Мадонной, который представляет из себя сверхсуперагента, который везде и всюду решает важнейшие социокультурные дела и вообще спасает день каждого угнетенного. И текст альбома во многом, ну, этому соответствует, не будем врать, если бы не одно «но». Если убрать вышеупомянутую концептуальную основу альбома, которая была подана самой Мадонной в одном из интервью, то и текст каждого из треков превратится в поверхностные слоганы, их дубли на испанском и португальском, со значительным упором на свободу сексуальности, контроль оружия, протест против нынешних социально-культурных элит, ну и так далее. Особенно убивает весь текстовый посыл откровенно неприкрытый реверанс в сторону латиноамериканских слушателей, ну, тех, которые пишут «Come to Brazil» под каждым видео любого артиста, то есть, я думаю, вы знаете, о чем я. Что мгновенно, опять же, превращает потенциально интересный и социально значимый текст в «Despacito 2». Сами понимаете, это убивает всю серьезность посыла практически всех треков. И если говорить уж до конца откровенно и честно, текст альбома попытался усесться на двух стульях. То есть, первый стул – это понятности пересечному слушателю, второй стул – это некоторый символизм, который зачастую придумывается декодерами на аннотационных сервисах. Конечно, тексты треков «Guard Control», «Killers Who Apartin», «Come Alive» и «Extreme Occident» содержат, ну, некоторые сильные строчки о судьбе угнетенных, о детях, которые боятся школ, о дискриминации женщин и сексуальных меньшинств. Но их концентрация крайне мала для того, чтобы действительно быть способными, ну, перевернуть чье-либо восприятие мира, да, или как-то там, какой-то инсайт дать. Плюс, испано-португальские тексты у нас либо дублируют припевы англоязычных строчек, или же служат неприкрытыми отсылками к танцам и сексу. И я не против, честно, я даже за. Только как-то это не лепится все вот в одно целое. Либо это социально серьезное дело, да, и максимально креативное, либо это танцевально-сексуально-эпатажное, да, что-то такое. И если к тексту альбома можно сколько угодно задавать вопросы и рефлексировать абсолютно по-разному, что я, наоборот, очень ценю в текстах тех или иных песен, потому что, в конце концов, цель, любая цель любого искусства, это провоцировать мнение, провоцировать обсуждение, какие-то там мысли, да, то есть в этом это все хорошо, то к музыке и общему слушательскому опыту у меня сложилось, ну, намного более быстрое и намного более понятное впечатление. Как вы сами прекрасно знаете и понимаете, я практически никогда не выдаю обзоры на музыку вот в день релиза. В день релиза это просто этот текстовый обзор вышел, так что мы чуть с опозданием, но не суть важно, он быстро появился по моим меркам, потому что все здесь слишком лежит на поверхности. И моя реакция была приблизительно такой же быстрой, как если засунуть три пальца в рот и сильно надавить на язык. Извините, ребята, у меня другой реакции и другого описания слушательского опыта и впечатления от него других образов не вызывают. Начнем с самого очевидного и самого здорового слона в комнате. Ну, это автотюн, конечно же. Вы знаете мою конкретную любовь к использованию автотюна, но я повторюсь еще раз. Автотюн использовать стоит исключительно как стилистический эффект, который делает вокал выразительным, узнаваемым и уникальным. Вот самое главное. Именно поэтому, господа рэперы и певцы, начиная от постмалоуна и заканчивая фьючер или тем же куэво, используют его грамотно, стилистически. И во многом потому, что они зачастую поют и читают под уже очень многокомпонентные выразительные инструменталы. В комбинации с ними автотюновый вокал, который сам по себе довольно статичен по своей структуре, по своему звуку, по своей мелодике, он работает более чем адекватно. И да, из всех автотюновых ребят последних лет я люблю исключительно работы постмалона, но тут уже дело вкуса и чисто моей личной аргументации, поскольку его вокальные партии от автотюна вот только и только выигрывают. Короче, резюмируем касательно автотюна. Он хорошо используется под многокомпонентный вокал и под сильные вокальные партии. Здесь же нет ни того, ни другого в 90% случаев. Именно поэтому копия копии копии Триппи Рэда по имени Све Ли звучит удивительно органичнее, что парадоксально для меня, и полностью вот натурально в своей вот этой автотюновой заправке. Затем, латиноамериканская ритмика и включение испанно-португальских вокалов. Наверное, единственным реально классным моментом применения такого стиля был трек «Face Gustozo» или «Gustozo», короче, не суть важна. Как раз потому, что он единственный за весь альбом максимально приблизился к нормальному уровню кочевости и мелодичности, требуемому стилям. В конце концов, этот трек изначально позиционировался как танцевальный, и этот припев помогает реализовать эту стилистическую цель трека более чем адекватно. Остальные же треки, начиная треком «Medaline» и заканчивая треком «Bitch Am Loka», звучат скорее как дань моди и еще один поклон в сторону миллионов латиноамериканских слушателей. Я не спорю, как маркетинговая стратегия это очень-очень-очень здорово. Но все-таки стоило пригласить на помощь более сильных и толковых сунграйтеров и продюсеров, которые бы дали намного больше динамики в инструментале с минимумом внимания, с минимумом эффектов в вокале, так как латинская музыка, ну, опять же, зачастую, выигрывает на передаче того самого игриво-позитивного настроения живым голосом, а не статично-роботичным подформульный бит. И если уже искать позитив, да, в музыкальном контенте этого альбома, то лично я его для себя нашел в некоторых припевах тех или иных треков. Тот же трек «I Rise» или «Looking for Mercy» имеют реально классные и по всем фронтам замечательные центральные припевы, которые размываются абсолютно безликими куплетами и откровенно, ну, странно лишними бриджами, за которые было, честно, неудобно. Если брать очень грубо и вот так поверхностно, то общая аранжировка 99% всех треков здесь подается так. Интра, куплет, припев, который копируется, вставляется пару раз, потом добавляется какой-то левый дичейший бридж, который никак не лепится ни к чему, ни к тексту, ни к настроению, ни к музыке. И заканчивается трек одним-двумя припевами. Именно поэтому каждый из этих треков редко звучит меньше 4-х внимания минут. И общий слушательский опыт превращается, ну, вот в ожидание сплошное вот хороших моментов среди всего этого мыльного мыла звукорядов. И да, работы Мадонны были практически всегда в мейнстримном звуке. Это правда. Если в 90-х мы имели поп-панковую основу а-ля Джексон, в 2000-х хаосово-танцевальной ритмике, как в треке I Don't Search I Find, кстати, то сейчас мы имеем на хайпе трэповые инструменталы, автотюновые вокалы и латинские ритмические паттерны. И все-таки мне кажется, что с новым стилем команде Мадонны стоит поработать, ну, чуть-чуть глубже, чуть-чуть тщательнее, что называется. Поскольку с данным релизом получилось, ну, уж слишком как-то поверхностно и местами пародийно. И потенциально интересный текст в альбоме пострадал как раз именно из-за этого. Поэтому полтора из пяти. А на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере. Ссылочку к нему вы найдете в описании к данному видео. А так, это все на сегодня. Всем спасибо и всем пока!